Командировка на миллион в России индустрия бизнес-путешествий сформировалась относительно недавно, долгий путь от ручной выписки авиабилетов и бронегостиниц до современных технологий. Правда, далеко не все компании используют инструменты для оптимизации расходов. Вместе с сервисом «1-2 Trip for Business» редакция «Н-Плюс-1» разбирает пять самых распространенных ошибок при организации командировок. 1. Непродуманная тривиал-политика организации Задача. Чтобы научиться экономить на бизнес-поездках, нужно определить, в какую сумму обходятся командировки сотрудников. Здесь и начинаются первые сложности. Как собрать все данные? Например, для бронебилетов компания пользуется услугами сразу нескольких агентств, а телесотрудники выбирают себе самостоятельно, а контролируют тривиал-политику исключительно внутренняя система. Получается, что у компании нет единого источника данных, а значит, она не может точно оценить свои расходы и экономический потенциал. Работа над ошибками Тривиал-политика – это важный для компании документ, который спасет психическое здоровье бухгалтера, секретаря и руководителя перед Новым годом. Тривиал-политика содержит ответы на все вопросы, относящиеся к бизнес-поездкам, бронирование билетов и гостиниц, непредвиденные расходы, подача заявок на визы, аренда автомобиля и т.д. За год исполнения правильно составленной тривиал-политики экономия на бизнес-поездках может составить 30%. Моделировать свою тривиал-политику удобнее всего на базе рабочей онлайн-платформы. One-Two Trip for Business Сервис подойдет компаниям любого размера, и со штатом несколько человек, и крупным корпорациям. Подключение к системе бесплатно. Данные сотрудников вводятся в личном кабинете всего один раз, а после включается автозаполнение. Два. Сотрудничество с одним оффлайн-агентством. Задача. Многие компании на протяжении нескольких лет могут пользоваться услугами только одного агентства делового туризма. Что в этом плохого? Верность. Это замечательно. Но с таким поэтичным подходом вы пропускаете и изменения в индустрии, и возможность сэкономить. Кроме того, у большинства агентств ограничены выборы авиабилетов и отелей, тем более выгодных предложений. А переписки с агентами могут занять целый день. В письме вы подробно описываете свои требования, затем агент обрабатывает запрос и занимается поисками вариантов. Этот процесс может растянуться на несколько часов или даже дней. И не забывайте о том, что вы платите фиксированную комиссию агентству за каждую операцию. Когда-то это было необходимостью. Сейчас у компании есть выбор, переплачивать или существенно сэкономить и справиться своими силами. Например, воспользовавшись онлайн-сервисом, работа над ошибками, сервис 1-2 Trip for Business. Работает по системе «Все включено» в его базе билеты 800 авиакомпаний, в том числе лоукостеры, ЖД-билеты по России и Европе, более 2 миллионов вариантов размещения в отелях по всему миру. Бронеоплата производятся в одном кабинете и занимают в среднем не больше двух минут. Есть доступ к выгодным предложениям, и никакой абонентской платы или скрытых комиссий. Для корпоративных клиентов цены бывают даже ниже, чем на портале для физических лиц. Можно использовать персональные карты лояльности авиакомпаний. У «1-2 Trip for Business» есть партнерские программы с банками, так что при оплате с корпоративной Тривил-карты компании получают кешбек бонусами. 3. Мертвые души. Задача. И какой русский не любит быстрой езды? Путешествовать, так бизнес-классом, наконец выспаться в президентском номере и заказать себе двух лобстеров на якобы деловой ужин. Платит все равно компания. Некоторые сотрудники ухитряются даже заработать на командировках, оформляют авиа- или железнодорожные билеты на уволившихся коллег, а затем сдают их и забирают деньги. Были случаи, когда подобные махинации проводились в союзе с агентствами по деловому туризму. Игры с мертвыми душами могут измеряться миллионами рублей ущерба для компаний. Работа над ошибками. В 1-2 Trip for Business Есть специальные инструменты контроля. Сотрудники могут самостоятельно бронировать и покупать билеты, не выходя за рамки установленного лимита. Например, некоторые сотрудники могут бронировать билеты только эконом-класса и гостиницы до трех звезд. Есть возможность также ввести ограничения по общей стоимости командировки. Лимиты компания подбирает индивидуально. У генерального директора при этом таких ограничений может не быть. Кроме того, у сервиса есть опция согласования деловой поездки. Скажем, согласно trivial политики компании, командировку сотрудника перед покупкой должен подтвердить его руководителем. Эту настройку можно установить внутри системы. Сотрудник выбирает билеты, а теле – его руководителю слеж. Приходит письмо о необходимости согласования. Как только оно получено, можно покупать билеты. 4. Форс-мажоры Задача Далеко не каждый сотрудник следует четкому своду командировочных правил. Например, может опоздать на рейс или решает вопрос с отелем в самый последний момент. В итоге ему срочно нужно сдать и купить новые авиабилеты или ночью забронировать гостиничный номер в городе. Н. Или уехать на поезде в город. М. Ведь он по случайности перепутал населенные пункты. Работа над ошибками. На такой случай в «1-2 Trip for Business» есть служба поддержки. Она работает круглосуточно и без выходных. Ведь форс-мажоры, как правило, случаются в нерабочее время. Операторы отвечают не только по телефону или почте, но также в мессенджерах. В.К. Фейсбук. Телеграм. Ватсап. Кроме того, справиться с непредвиденной ситуацией в командировке сотрудник сможет и самостоятельно. Например, в личном кабинете есть возможность обменять или вернуть билеты. Если кнопка «Отменить» будет активна, возврат – бесплатный. Или же, если сотрудник решил поменять даты поездки и нужен обмен, система предложит доступные варианты, а также определит, сколько необходимо доплатить. Заказы, брони и билеты хранятся в личном кабинете, все маршрутные квитанции и ваучеры приходят на электронную почту. 5. Путаница с отчетностью. Задача. Чтобы избежать дополнительных налогов на сотрудников, вернувшихся после командировки, необходимо строго запрашивать документы, подтверждающие расходы во время бизнес-поездки. На практике этот процесс может занять довольно много времени. Кроме того, если в компании нет рабочей системы по расчету затрат на командировки, сотрудник вынужден оплачивать некоторые расходы за счет собственных средств. Работа над ошибками. Сервис. 1-2 Trip for Business. Предоставляет удобные способы оплаты. Услуги можно оплачивать корпоративной картой или воспользоваться депозитом по счету, возможно постоплата. Информация о покупке автоматически подгружается в отчетность. Все финансовые и бухгалтерские отчеты о командировках появляются в разделе «Документы». К ним можно настроить доступ, например, только для бухгалтера и секретаря. Компания сама определяет, как часто она будет получать отчетность. Документы о командировках хранятся неограниченное время и доступны в любой момент. Оригиналы можно получить по почте или курьерам. Есть возможность интегрировать их в электронный документооборот. 1-2 Trip for Business. Это не только удобный и современный инструмент для планирования командировок, но и сервис, который помогает оптимизировать командировочные расходы.